Поддельное образование. Скандал с дипломом Вадима Костюченко, вице-президента Федерации Футбола Украины, обрастает подробностями. В Киевском политехе рассказали, что студентом вуза Костюченко не был, а именно корочка КПИ впоследствии помогла чиновнику в карьерном росте. И это не секрет для правоохранительных органов. Почему? Все знают и молчат далее в материале. Вице-президент Федерации Футбола Вадим Костюченко никогда не сидел на студенческой скамье Киевского политеха и диплом его липовый. Это подтвердила управляющая делами вуза Яна Цимбаленко. В интервью одному из медиа она заявила, что Костюченко не числился ни в одном списке студентов, которые выпустились в 1997 году и диплом ему вуз не выдавал. А именно этот документ, датированный 1997 годом, открыл путь для Костюченко и в магистратуру КИМО, и в Национальную академию госуправления при президенте. Позже фальшивка, как счастливый билет, сопровождала чиновника на всех государственных должностях. И он, опытный функционер, два года был заместителем министра по делам семьи, молодежи и спорта, потом директором департамента МинАПК. И тут логичный вопрос. Неужели никто ранее не проверял документы о его образовании? Как выяснилось, еще три года назад дело о подделке документов Костюченко расследовала Киевская прокуратура. И это нам подтвердили, но потом передали областной. В областной прокуратуре, куда мы 10 дней назад также отправили запрос, что же все-таки с расследованием, нам пока не ответили. Что же грозит Костюченко? Если его вина будет доказана, по мнению экспертов, он вполне может угодить за решетку. Но похоже на нынешний шеф Костюченко, президент Федерации футбола, Андрей Павелко о проверках даже не помышляет. Непонятно и то, как он взял в замы человека, которого правоохранители подозревают в подделке документов. Ответы на эти вопросы мы хотели услышать от представителей Федерации. Но и там тянут с комментариями. Обещают уже почти две недели. Похоже, Андрею Павелко не очень хочется с нами общаться. Юлия Жишко, подробности, телеканал Интер.